Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Политкухня» и я, ее ведущий депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков. На днях у нас состоялась очередная сессия, после которой начались так называемые депутатские каникулы. Следующие теперь только в сентябре. И вот то ли погода, то ли настроение от отпуска, может еще что-то, но сессия оказалась весьма эмоциональной. Расскажу вам о некоторых вопросах, вызвавших наибольшую дискуссию. Начнем, пожалуй, с нашего законопроекта, которым мы предложили уточнить норму областного закона об образовании в части бесплатного предоставления рабочих тетрадей. Мы с вами уже не раз об этом говорили, но тем не менее напомню. Федеральный закон об образовании содержит норму, согласно которой учебные пособия должны предоставляться ученикам бесплатно на период обучения. Межгосударственным стандартом номер 331 Дефис СТ рабочая тетрадь относена к учебным пособиям. Следовательно, должна предоставляться бесплатно. Но так, к сожалению, происходит далеко не во всех регионах. Сообразительные чиновники нашли в законе лазейку и умело ей пользуются. Вот и нашу Архангельскую область отметили в числе тех регионов, где рабочие тетради приобретаются за счет родителей. И сделал это никто иной, как первый заместитель генпрокурора. В то же время наши официальные представители регионального министерства образования и науки заявляют, что покупка необходимых рабочих тетрадей должна производиться за счет субвенций из областного бюджета. Здорово, мы с этим полностью согласны. Только вот сигналы, поступающие к нам из всех уголков Архангельской области, говорят об обратном. Вот и вышли мы с предложением внести в областной закон маленькое, но очень важное уточнение, которое как раз и уберет ту самую лазейку для чиновников. А еще снимет напряжение между родителями и учителями, которые из-за этой ситуации оказались между двух огней. Нас поддержали представители областной прокуратуры и Минюста, в отличие от регионального правительства и комитета областного собрания по образованию и науке, давших на проект свои отрицательные заключения. И вот уже на сессии мы обсуждаем, доказываем, спорим и выходим на голосование. И только треть депутатов поддерживает нашу инициативу. Всего треть, а этого мало. И проект не принят. Правда, порадовал один факт. Во фракции парламентского большинства не было единства. Некоторые, на мой взгляд, более сознательные депутаты в вопросе разобрались и нас поддержали. А это означает, что точка в борьбе за наведение порядка в региональной системе образования еще не поставлена. И мы обязательно внесем проект повторно. Может, тому времени созреют и другие депутаты из одной известной партии. Такому же эмоциональному обсуждению подверглось и обращение в адрес федерального министра МВД, а также министра транспорта и руководителя Федерального дорожного агентства с просьбой о демонтаже дорожного ограждения на участке трассы М-8 при подъезде в город Северодвинск. Об устранении этого, как его прозвали, коридора смерти давно просят местные жители, которые уже собрали тысячи подписей. Дело в том, что ограждения установлены таким образом, что не дают возможности съехать на обочину в экстренной ситуации, а любое даже незначительное ДТП приводит в многокилометровые пробки. Люди опаздывают на работу, поезда, самолеты, но самое страшное даже не это. Самое страшное то, что количество серьезных аварий в этом месте за последние несколько лет значительно возросло, в том числе и с летальным исходом. Крайнее случилось буквально несколько недель назад, где погиб совсем молодой парень. И общественность справедливо просит депутатов мешаться. А выхода, похоже, всего два. Расширить дорогу, либо убрать ограждения, отбойники. Расширить, конечно, гораздо лучше. Но только это не так-то и просто, и, скорее всего, долго. А вот демонтировать ограждения можно. На этом мы и настаивали. Только, к сожалению, далеко не все депутаты согласились. Бурная дискуссия, оценки профессиональных навыков депутатов, споры, выступления и итог. Обращение в Москву так же не прошло. Вы знаете, не хотелось бы опускаться до оценок коллег, но когда счет идет на дни из жизни, когда тысячи жителей просят о помощи, а вариантов не так и много, стоит все-таки к ним прислушаться. Так или иначе, внимание к проблеме привлечено немалое. И решение, уверен, не заставит себя долго ждать. Тем более, что часть депутатов настроена весьма решительно. И мы готовы довести дело до конца. Это был очередной выпуск программы «Политкухня». До новых встреч!